Сегодня, как я готовился, и сегодня мы поговорим о таком ключевом, важном моменте в нашей жизни у каждого человека. Это как ключ к любому служению. Это ключ к любому движению или ключ к любому изменению. В первую очередь, конечно, внутри нас, и потом как на окружающих, вокруг нас. Я думаю, если мы так спросим, кто хочет такой ключ, я думаю, все, и я в том числе. Так, все-таки, что же это за ключ такой? Этот ключ называется святость. То есть умом это, по идее, простая штука. Так, если мы сейчас взвесим святость, сейчас мы поговорим, что это такое. Но вот именно осуществить это, в дело пустить, чтобы это росло, развивалось, это уже очень трудно. Поэтому само вот это вот понимание святости, она, конечно, обширна, разная. И я сегодня как бы хочу не так много читать, но пару таких важных мест из Библии взять, чтобы у нас они глубоко-глубоко корни пустили. Не так уж много примеров, чтобы это как бы, может быть, даже не отвлекало. Потому что часто, когда пытаешься что-то хорошо объяснить с разных сторон, то потом, самое главное, суть может потеряться. Поэтому это так важно, мне увиделось, открылось, что мне хочется так это сильно, ну, ударение, думаю, поставить. Святость, что это такое, и для чего это нужно, и как это вообще важно в нашей жизни. Потому что этот ключ святости, это не только к служителям относится, вот как, может, иногда мы думаем, или к пастырям, или к лидерам, или, может быть, служителям, которые служение ведут. Это к любому брату и сестре относится, ко всем нам другими словами. Потому что одно дело, когда хорошо, мы здесь на сцене, может быть, служим другим, но мы также и служим, когда мы на работе нашим коллегам, мы служим порой нашим неверующим родственникам. Это тоже своего рода служение. И если мы в святости живем и идем, что-то будет происходить. Явно что-то будет происходить. То есть, если мы хотим, чтобы Дух Святой всегда действовал в наших словах, в наших делах, то это и есть тот ключ святости. Даже порой не надо далеко уходить, как вот в мир, там, неверующие люди, и мы там это да, все правильно. Даже порой, когда мы вместе собираемся, когда мы вместе общаемся, даже порой ободрим словом брата или сестру, когда мы просто выслушаем порой сестру, посочувствуем, услышим ту нужду, в которой она нуждается, это тоже своего рода служение, когда мы друг друга ободриваем, помогаем. Поэтому это слово или сама тема, как не только к служителям, которые должны за своей святостью смотреть или пастырям, это ко всем нам, к любому человеку везде, который любит Бога. Этот момент, он очень ключевой и важный. Давайте все-таки коротко, так просто поговорим вообще, что такое святость. Первое, что можно, давайте подметим, что святость – это не безгрешность или это несовершенство, как вот мы думаем. Вот святость, вот тогда тот человек, который вот стопроцентный, небезгрешный и совершенный. Да, мы к этому призваны, к совершенству. Мы должны к этому идти. Но это наш путь, он всю нашу жизнь будет идти к совершенству, понимаете? То есть сам процесс, это все равно не говорит о том, что это не святость. Мы можем ошибки делать, оступаться, но мы можем все равно в святости быть, в святости находиться. Да? Поэтому это еще раз, это не безгрешность и не стопроцентное совершенство. Хотя мы еще раз к этому призваны, мы к этому идем, этот путь. Но по этому пути шагая, мы должны все равно в святости двигаться, осознавая ошибки, меняясь, когда мы растем. И этот путь, он если не будет в святости, то мы ничего не добьемся в нашей жизни, ничего не будет происходить. И святость в первую очередь принадлежит как сначала, ну как к Богу. Это натура Бога самого. Потому что Бог святой, совершенный по своей природе. И мы можем быть святыми только через как бы причастие святости Божьей. Не потому что, что там я или кто-то другой дела будет хорошие делать, и он как бы, ну, поэтому святой. Нет. Через это мы просто как бы по благодати Божьей, мы когда его детьми становимся и идем за ним, мы как бы запрыгиваем в руки к нему или в его лодку. И поэтому мы становимся тоже такими причастниками святости его. И святость, можно как, может быть, проще выразиться, она как ассоциируется с чистотой и непорочностью. Вот эта вот духовная чистота, эта духовная чистота, она выше всяких моральных, правильных взглядов или чего-то там другого, понимаете? Когда мы идем этим путем, когда мы пытаемся вот эту вот чистоту сохранять, еще раз, нет, нет, мы, может быть, ошибки делать будем, но мы, если встаем, как написано, праведник, да, семь раз упадет и встанет, но идет дальше, он все равно праведник. Но когда мы встаем и каждый раз вывод делаем из этих ошибок и идем дальше за Богом, осознавая свои промахи, то это и есть та святость, как я сказал, что связана с чистотой, с непорочностью. И мы сейчас будем дальше углубляться, углубляться, все же, что такое святость. И к концу, надеюсь, что, может быть, мы чуть больше еще поймем, что это такое и как это важно вообще, находиться в этой святости. И к этому я хочу такой ключевой, сильный момент прочитать, написан в книге чисел, 20 глава, 2 по 13 стих. Немало стихов, 12 стихов, но это очень важный момент. Когда я это читал, кстати, даже моему сыну просто, ну, читал там пару моментов, фрагментов из Библии, как-то, когда это я прочитываю, как-то этот раз меня это как-то озарило. Такая мысль, которая прям просто ожила. Этим я хочу поделиться. Я думаю, эта история как бы всем известна, я ее тоже очень часто читал, но этот раз я ее как-то по-другому пережил. И я хочу этим поделиться с вами. Со второго стиха будем читать. Книга чисел, 20 глава, 2 по 13 стих. Это именно тот момент, когда они вышли из Египта, они шли. Многие года, и народ израильский, они часто роптали, возмущались, когда какие-то проблемы происходили. И Моисей, и Аарон, это были те, которые вели народ. Получали послание от Бога, и они наставляли, помогали. И очередной раз израильский народ, они просто были опять встревожены, потому что им было мало воды, и они начали возмущаться. Давайте читать будем со второго стиха. Израильский народ говорит, «И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона». Как всегда, да, когда что-то не так, сразу как бы против. «И возраптал народ на Моисея и сказал, «Ой, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом, зачем вы привели общество Господне в эту пустыню? Чтобы умереть здесь нами, скоту нашему? И для чего вы вывели нас из Египта? Чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья». Пока эти пять стихов, здесь конкретно мы видим ропот, возмущение. Не нравится им, все плохо. Здесь не только они уже, как в своем возмущении про воду, они все вспомнили. И смоковниц нет, и винограда, гранатовых яблок, и масла, и все подряд им надо было. Не было всего этого. Но речь идет здесь о воде. Они хотели пить. Потом, в следующих стихах, такая следующая картина. «И пошли Моисей и Арон от народа ко входу с кинью собрания и пали на лица свои. И явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря... Они пошли к Богу. Моисей и Арон. Говорят, Бог, помоги. У нас нужда. Народ взывает. Они обратились к Богу. И потом, что Бог говорит? С 8 стиха. «Возьми жезл и собери общество. Ты и Арон, брат твой, искажите в глазах их скале. И она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество искот его». Это было послание от Бога. Это было то благословение. Это было то чудо, которое Бог очередной раз своему народу, выходя навстречу, пытался им помочь. Дальше читаем, как это Моисей в дело пустил. То, что Бог ему сказал. «И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Арон народ к скале. И сказал он им, «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды. И потекло много воды, и пило общество, и скот его». И как бы то, что они хотели, они получили, правильно? Так, если мы сейчас в общем возьмем. И можно сказать, тоже все хорошо. Моисей только чуть-чуть не так сделал, как Бог ему сказал. Бог сказал, «Ты просто обратись к скале и скажи, чтобы из скалы вода пошла». Но Моисей два раза ударил. Ну, что тут такого, можно сказать. Но вода пошла, благословение было. Вот эта мелочь как бы, она все поменяла. Давайте посмотрим с 12 стиха, что дальше написано. Как Бог на эту мелочь отреагировал. «И сказал Господь Моисею Ярону, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость, святость мою пред очами сынов Израилевых, не ведете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Это вода Мериву, которые вошли в распрость сыны Израилева с Господом, и он явил им святость свою. За эту вещь он наказал Моисея и Ярона. что они не поступили так, как Бог сказал. И это было связано с их недоверием, это было связано с тем, что они через это действие не показали народу святость, и Бог за это их наказал. И, если честно, давайте сейчас так поверхность все равно возьмем до 11 стиха, и можно сказать, если бы мы вот не читали бы, я вот за себя говорю честно, вот если бы сейчас мы убрали бы стих 12, где Бог возмущается, их наказывает, то я бы уверен, многие и не заметили бы этой вещи, этой мелочи, что, по идее, ну, чуть-чуть там ход действия другой был, и, по идее, не так уж тут все плохо, как бы все хорошо, правильно? Поэтому до 11 стиха вот эта мелочь, она так сильно не бросается в глаза даже. Ничего здесь, когда я вот раньше читал, вот я думал, ну, да, ну, там, чуть-чуть он по-другому сделал. Где проблема? Бог, ну, ты преувеличивай здесь конкретно, ну, сразу за это так наказывать, ну, такая мелочь, она так сразу, ну, сразу их потом так наказала, не войдете в землю. Странно, очень странно. Почему он так отреагировал? Давайте посмотрим, что Бог три вещи, как бы сказал. Первое, что возьми жезл. Второе, собери общество. И третье, скажи в глазах их скале. Вот эти три вещи, которые Бог сказал Моисею, чтобы это было выполнено. Это в 8 стихе написано. Моисей почти все так же выполнил. Он собрал, взял жезл свой. Он собрал общество. Единственное, что было по-другому, он ударил по скале. И, несмотря на это, все равно благословение вышло. И вот эта вещь была связана с недоверием. Вот эта вещь. Они не явили этим действием святость, которая сильно потом они за это, я скажу вам, наказаны были. И очень все равно интересная картина, что какие чудеса все-таки Моисей делал, проявлял. Бог через него такие вещи делал. И, несмотря на это, веры не хватило ему. Странно, да? Мы иногда думаем, вот если я был бы на Моисея, пройдя столько вещей, я бы... Но, несмотря на это, Моисей здесь мало веры имел. Несмотря на все эти вещи, где можно сказать, ну, сколько тебе еще надо пережить, Моисей, чтобы ты на самом деле все в точности выполнял. Не похоже ли это на нас иногда? Когда мы много переживаем, живем, делаем, все знаем, но все равно где-то нам не хватает нашей веры, где мы должны ее иметь. очень интересно. И в 24 стихе там даже тоже описывается, что это, как Бог говорит, что вы были через это мне непокорны. Они не покорились. Это с непослушанием было связано даже. И я думаю так же, что через это действие, когда Моисей ударил жезлом по этой скале, что этим действием рука Моисея опять на первом плане стояла, а не Бог. Надо было это действие как бы полностью Богу отдать, чтобы Бог действовал. Только через Слово должна была вода течь. А он должен в сторонке был стоять. Но он ударил, может быть, даже в ярости, потому что здесь он четко возмущался в 10 стихе. Непокорный, разве нам из этой скалы извести для вас воду? Здесь надо было именно, что интересно, обратите внимание на одно слово, 8 стих. Там написано, «Скажите в глазах их скале», то есть в глазах при народе, в глазах, чтобы люди на его это видели, чтобы они славу Божью увидели и пережили. Поэтому Бог и говорит в 8 стихе «Возьми жезл, собери общество, ты и Арон, брат твой, и скажите в глазах их скале, чтобы люди увидели Бога Всемогущего, эту святость, эту силу». А Моисей думал, я по-своему чуть-чуть помогу этому всему процессу и ударил два раза. Бог все равно благословил, конечно. Он благословил. Слава за это. Как мы надо тоже думать в нашей жизни, ну что тут такого, мелочи. Цель достигнута, плод есть, можно порадоваться, вода потекла, а Арону с Моисеем уже не так, что весело было. Я не думаю, что они так сильно радовались. Поэтому, братья и сестры, мы можем смотреть и надо оценивать свои служения, свои хождения перед Богом и думать, то изменилось, то изменилось. Мы можем смотреть на результат, на плод. это с одной стороны тоже правильно и нужно, но, если мы только на это будем смотреть, то мы можем многие вещи не увидеть, как, например, мы достигаем эту цель, как мы служим, как мы двигаемся, Бог именно на это обратил внимание. Не на результат, который, да, еще раз хочу подчеркнуть, что было то благословение, была та вода, которая пошла, которую они просили. И можно было радоваться и ликовать. Народ так это и дело, они радовались. Понимаете? Можно, если по этому, по этим рамкам смотреть, все хорошо. И мы себя можем тоже так порой иногда успокаивать, говорить у меня здесь, здесь, слава Богу, а Бог смотрит там, вглубь нашего сердца. А он не доволен. Потому что Богу важно иногда, как мы это делаем, чтобы мы являлись святостью Божью, чтобы мы не только на цель смотрели, достигли, не достигли, Бог хочет, чтобы мы и правильно эту цель, этот плод достигали, как мы служим. Поэтому Богу не все равно было, как Моисей с Аароном дали воду народу Божьему. Ему не все равно было. Вообще не все равно. Поэтому он обращает внимание, как обращал внимание на Моисей, на Аарона, также обращает и до сегодняшнего дня на нас. Как мы служим, как мы достигаем цели. И если цель достигнута, не думай, что все теперь хорошо. Бог, может быть, даст то или другое, к чему ты двигаешься. Но он может тебя так же и при этом наказать, потому что ты неправильно являешься святость Богу. Больно, но справедливо. Бог никогда, конечно, сверх сил ничего не будет нам давать или спрашивать. Мы иногда просто по своей твердолобью, или я не знаю, как выразиться, непослушанию, или как в 24 стихе написано, они были непокорны. Понимаете? Поэтому давайте будем только также обращать внимание, как мы двигаемся, как мы служим, как мы являемся святость Богу нашему. Потому что 12 стих еще раз зачитаю. И сказал Господь Моисею и Арону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость Мою пред отчами сынов Израилевых. Не ведете народа сего в землю, которую я даю ему. Вы не ведете. Как это жалко, как это больно с одной стороны. Потому что они знали, если Бог говорит, что вы это не сделали, а должны были сделать, значит, они это знали. Они должны были эту веру даже иметь. Вы не поверили, как мы говорим, Бог у меня просто веры не хватает. Иногда да, это понятно, правильно, но здесь они тоже ее не имели. Но, несмотря на это, Бог их наказал, потому что они должны были на это обратить внимания. Они знали прекрасно, что надо было эту святость, как написано в глазах, в глазах у всего народу, надо было эту святость явить. Святость, как сильно, какая сильная подножка, можно сказать, они сами себе подставили. Они ни о святости не подумали. Поэтому успех, братья и сестры, не должен на первом месте у нас стоять. Будьте осторожны. Успех, конечно, как вот мы должны, конечно, взвешивать, думать, размышлять, вникать в наше служение, движение, еще раз, это не именно о служении каком-то, сейчас можно говорить, это любое действие, даже которое на работе, когда мы являемся светом этому миру, всегда важна, важно всегда, как мы это делаем, в святости это или не в святости, чтобы святость у нас на первом месте всегда стояла. И здесь, если мы сейчас опять посмотрим, здесь связано было, как Бог говорит, вы не поверили мне, и поэтому как бы не проявили святость. Как 12 стих я сейчас читал, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою. Поэтому здесь связано с недоверием. Но это в этом случае было, братья и сестры. Но святость не явить можно в разных других делах. Не надо именно фиксироваться и смотреть, что только если мы с недоверием можно святость не явить, мы можем святость не явить и через многие другие дела. Потому что плоды плоти мы знаем. Давайте зачитаем послание Галатам. 5 глава 19 по 21 стих. Прелюбодеяние это плод нашей плоти, что может сопротивостоять тому, чтобы мы не являлись святостью. Нам известны стихи Галатам. 5 глава 19 по 21 стих. Прелюбодеяние блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия с областной ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. То есть много, целый каталог есть этих нехороших вещей. Я думаю, мы уже понимаем, какие там еще есть вещи, которые наша плоть производит, если мы ее не обуздаем. Здесь написано дальше, предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так, Царствие Божие не наследует. Братья и сестры, есть те плоды, плоти наши, которые могут просто, знаете, как таборера будет, где мы просто не сможем никакой святости явить или в служении или в общении другому человеку. Ну, представьте, если, например, простой пример на работе возьмем. Я буду с коллегами плохо обращаться, я не знаю, на них обманывать их или что-то другое, но при этом я буду о Боге говорить. То есть, если ты в святости не живешь, кому нужны потом твои умные фразы? Кому? Никому. Поэтому мы хотим, чтобы Бог с нами был, мы хотим, чтобы Дух Святой содействовал, но когда Дух Святой начинает нас содействовать, то есть, мы в святости живем, то люди потом видят то, что они не могут даже понять, они чувствуют, они видят что-то другое здесь, они начинают присматриваться, они начинают тебе верить, потому что ты в святости живешь, ты в святости двигаешься. И если мы тоже на служении в святости двигаемся, Не только на цель смотрим, но обращая внимание на то, как мы это делаем. Как Моисей тоже сделал, да? Он сделал это, он выполнил то показание, то поручение, что Бог ему дал. Он это сделал, он не поленился. Он сделал, выполнил. Но чуть-чуть по-другому. Чуть-чуть он пару вещей вставил. Поэтому не надо нам какие-то свои личные вещи вставлять от нашей плоти. Потому что Бог смотрит на это и хочет, чтобы мы именно на такие же вещи обращали внимание, как Моисей ошибку сделал. Давайте будем от этого учиться. Давайте на это будем смотреть, чтобы мы так же мудро поступали. И вот эти вот нехорошие качества в нашей плоти, когда они уйдут, когда мы их в сторонку отложим, тогда вслед за этим придет следующее. Читаем чуть ниже. 22-й и 23-й стих. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но таковых нет закона. Я уверен, есть еще больше тоже набора этих хороших плодов Духа. Это просто такие самые главные. И мне одна фраза понравилась, когда я так тоже готовился. Одну фразу читаю, только поймите ее правильно, пожалуйста. Главное не приобрести, а отказаться от всего, что мешает дарам Святого Духа в нас проявить. Поймите эту фразу правильно, что дары Духа Святого, они уже как бы нам давно уже даны, открылось нам это все уже, понимаете? Но мы часто, как мы зачитали с 19 по 21 стих в Галатам, есть еще нечистота, блуд, вражда, ссоры, зависть и, и, и. Как вы думаете, насколько может при этом всем двигаться Дух Святой через нас? Поэтому это очень трудно порой отказаться от этих нехороших качеств, чтобы вслед за этим хорошие пришли. Понимаете? Поэтому мы всегда, как бы, может быть, иногда набираем, берем, берем, растем, как бы, да? Там или служение, или знания набираем, и как-то мы односторонне так двигаемся, набираем, и как бы это тоже хорошо, но когда мы только на этом концентрируемся, забываем отказываться от этих нехороших качеств в нашей душе, в наше внутри «я», то потом происходит каша какая-то, понимаете? которая никому не нужна, никому. Поэтому давайте мы как бы очищать будем наше внутреннее, отказываться от этих нехороших качеств, работая над этим. Но ты уже можешь запрыгнуть в эту лодку или на руки нашего Иисуса Христа, и все равно в этом двигаться к святости. Хотя, может быть, эти пару вещей еще не победил, но если ты работаешь и пытаешься их убрать. Вражды и ссоры – это не такие уж те качества, где надо нам, я не знаю, какими-то духовными большими людьми стать, чтобы это убрать. Эти вещи – это из самых тех первых вещей, которые мы должны позади оставить, когда мы к Богу приходим. Чем больше мы себя на кресте, как сегодня был пример, привел брат, просто распинать себя там, эту плоть – это труд, это огромный труд, когда мы только с Богом это делаем, то вслед за этим приходят благословения, вслед за этим приходит сила Духа Святого. И мы уже идем этим правильным путем к святости, или, правильнее сказать, в святости идем, к совершенству. И это займет всю нашу жизнь. Пусть к этому призвано. Это борьба. Это нелегкий путь. К евреям, 12 глава, 14 стих. Тоже мы все этот стих знаем. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Святость. Мы хотим Бога увидеть в нашей церкви, в нашем служении. Мы хотим Бога увидеть там, где мы на работе бы не были, то есть всегда, куда бы мы ни ходили, мы хотим, чтобы Бог вокруг нас был, чтобы Он в каждом нашем движении Слове содействовал. Не ради своей славы, понятно. Но чтобы люди получали назидание, чтобы плод был обильный. И это можно только тогда, когда мы с этим ключом воспользуемся. Святость. Если у тебя этого ключа нет, или он у тебя как бы только наполовинку работает, то если мы ключ возьмем, и там пару зубчиков не будет хватать, но ключ будет даже новеньким, если. Но ты никогда, никогда не откроешь дверь. Поэтому важно, чтобы мы над этими всеми нехорошими качествами в нашей плоти работали. Чтобы мы обращались всегда на то, как мы служим, как мы двигаемся. Это еще раз, не то, чтобы это все идеально было, сто процентов, но чтобы мы были честными и держали себя в святости. Это труд. Это огромный труд. Не только в воскресенье держать себя в святости, но и в другие дни, когда тебя никто, может быть, не видит, или ты наедине, или, может быть, далеко на работе, идти в святости. Всегда и всюду. Когда иногда плод начинает ни с того ни с сего кричать и говорить, а он сделал так, а он так. И мы хотим всегда, все-таки, как Моисей, одну маленькую вещь вставил. И как бы все нормально. И как бы незаметно. Чтобы мы тоже этими вещами не пользовались. Чтобы мы тоже не вставляли какие-то такие вещи, как он палкой ударил два раза. Чтобы мы тоже этим жезлом не ударяли иногда, там, где не надо. А нам хочется порой. Потому что мы... Иногда не хватает нам терпения. Или чего? Кого? Своя? Как говорится, вещь, над которой он работает. Благословит. Поэтому пусть Бог каждого благословит. Наполнит. Осознает. Мы все, я в том числе. Что Бог смотрит так же, как мы поступаем. Что мы с этим жезлом? Что интересно? Бог ему тоже. Сейчас мы сейчас зачитаем. Или я зачитаю. Что он тоже сказал? Возьми жезл. Возьми жезл. Он ему сказал в 8 стихе. Это было Божье повеление. Зачем он ему это сказал? Если он сказал бы, что просто потеки из этой скалы, как вода. Причем тут этот жезл? Можно был бы вообще его и не брать. А Бог сказал, возьми этот жезл. Он взял и в дело пустил. Как бы иногда, да? Берем и... Ну, если я получил его, значит, надо же как-то в дело пустить. Мы иногда пускаем жезлом, думая, что еще мы за Бога это делаем, или во имя Иисуса Христа. Но Бог не сказал, чтобы он этим жезлом по скале бил. Мы махаться начинаем иногда. И Бог за это наказал. Поэтому давайте тоже будем осторожны, как мы двигаемся, как мы служим, потому что через это мы показываем, конечно, пастырям, служителям, ведущим, лидерам, потому что мы должны свято сиявлять Бога нашего людям. Мы когда, даже если ты не пастор, не лидер, не служитель, но ты народе так, ты когда на работе или в миру находишься, ты такой же служитель. Ты может быть даже и пастор, ты может быть Евангелие, есть все в одном. Мир на тебя смотрит. На работе, на коллега на меня очень внимательно смотрит. Говорит, я смотрю на тебя. Он даже сказал мне. Я верую, еще он знает. Я ищу Бобахтадич, говорит. Говорю, хорошо. Понимаете? Мы так же. Люди на нас смотрят. И мы должны в святости ходить. Давайте будем заинтересованы в том, чтобы мы святость эту являли. Брат, сестра, шпилька на роли. Не махались этим жезлом. Пусть он будет с нами. Ну, пусть это будет как своего рода учись при этим всем, где ты, может быть, хочешь замахнуться, а ты не махнись. Дай эту славу и силу Богу. Отдай ему это. Он сам это сделает. Бог это хочет. Чтобы мы доверяли Ему, чтобы мы верили Ему. Пусть Бог благословит. Давайте. У нас есть пару времени, пару минут времени еще. Вместе помолимся. Можно вас попросить встать? Я моей проповеди уделю время молитвы этой, потому что пусть Бог особо коснется нас как церковь. Давайте тоже задумываться, как мы по отдельности на самом деле в святости ходим перед Богом, как мы являем эту святость, так же и будем как одно целое. Что Бог хочет, чтобы мы тоже как между нами эту святость имели. Тогда Дух Святой будет здесь. Мы хотим, чтобы Бог явно двигался среди нас. Мы хотим, чтобы Бог явно доставал, касался людей. Это видно тогда будет, когда мы будем святости идти за Ним. Давайте вместе просто оставим все, как мы читали в Галатах, все, что нам может мешать, все, что нам может как-то какие-то барьеры ставить, маленькие, большие. Не надо себя, прошу тебя, оправдывать. Давайте просто все убирать, все Богу отдавать. Работа над каждой мелочью, где мы порой как мелочь смотрим. Это не мелочь. Пусть Бог благословит. Субтитры создавал DimaTorzok